добрый день друзья сегодня мы будем готовить к ночи итальянские но они будут не совсем у нас классические которые делают из картофеля мы будем делать из батата из sweet potato сладкая картошка значит нам нужно понадобиться как вы уже поняли сама картошка сладкая одно яичко соли немного по вкусу и мука прежде значит что мы сделаем какая нам нужна будет подготовка нам нужно будет только либо отварить картофель я буду варить либо сделать в духовке если вы будете делать в духовке получится более сладкий более медовый но у меня естественной времени для этого сильно нет я буду просто приваривать я почищу сейчас очищу от шкурки и буду приваривать еще буквально 5 8 итак наш сладкий картофель уже готов я сейчас отлила воду обкинула брушлаг и сейчас делаю из этого просто просто я доблю без ничего не добавляю там масла и молока ничего просто я хочу подавить передавить этому единородную маску и мы дадим этому этой массе остыть потому что ну нужно с ней работать можно сделать с горячей картошкой поэтому сейчас мы ее будем как следует и будем ждать пока нас по необходимости добавляем еще муки у меня вот так получилась такая вот очень жидко я добавила муку и все перемешаю но старайтесь много не давать потому что мы не хотим чтобы наши мюки получились забитыми ребята тесто оказалось довольно сложным я взяла достаточно большую порцию картофеля и в соотношении к муке поэтому мне пришлось и хорошо вот здесь присыпать мукой вообще их делают небольшими такими вот шайбочками потом шапочки должны быть вот как на пельмене но у меня здесь какой толстый кусок я эти шайбочки разрезаю еще напополам вот так вот напополам напополам все тем временем пока я это нарезаю у нас стоит вода на закипание и после закипания мы забрасываем наши ганочи на 5 минут в зависимости сколько вы там тесто положили но если всплыли они уже в принципе готовы вот все вот такие у нас получились штучки вы можете их выложить отдельно на доску и заморозить я рекомендую их свежими отварить и уже в соусе просто их оставить допустим в холодильнике только лишь кушать уже разогретыми и делаем еще одну порцию просто я сделала несколько таких колбас получилась большая была у меня батата вообще их делают через вилочку чтобы придать им такую особую форму вот но вы можете делать абсолютно любые формы как я уже сказал я делаю такую потому что не хочу сильно-сильно вот это тесто мочить а какие вы используете для этого соуса сейчас интересно рассказать в данном случае я использую будут два вида использовать один это просто немножечко любого растительного масла и уже готовую приправу лука жареного или говоря элементарными словами просто зажарку да с луком будет говорить так и самый полезный вариант но в общем я его делаю в облегченном виде без зажарки я просто уже отваренные в том в ту воду в которой варится ганочи бросаю приправу жареного лука и когда выкладываю на тарелку просто сбрызгиваю немножко растительным маслом перемешиваю и мы едим это очень вкусно в отличие от обычных ганочи этим не потребуется много подлива либо я буду использовать в своем рецепте втором уже готовый крем крем готовый соус который так красиво рисовал в своих картинах энди ворхол компабл считается в принципе одной из таких продвинутых фирм у них уже очень долгие десятки и десятки лет на рынке они находятся у них считаются более качественные ингредиенты я конечно против этих искусственных всяких то что называется подливы всего остального вот но вот здесь даже написано что но артифиша у колорсов ливерс то есть натуральный real cream и fresh mushrooms я буду грибной соус использовать на чего-то у нас сколько здесь жиров колестирола содиума сахара немного где у нас тут ингредиенты интересно посмотреть вот вода mushrooms и так далее можете посмотреть то есть тоже в принципе не такие страшные ингредиенты так вот как он выглядит видите такая вот у него жидкость мне небольшая кастрюлечка уже разогретая вот я вывалила теплую сосуды теплую кастрюльку сейчас я немножечко добавлю воды буквально капочку его разгустить я вам покажу как я это делаю буквально видите немного буквально чуть-чуть вот такая у него консистенция получается сейчас мы с немножечко размешаем чтобы просто разошелся во первых он разогревается это наша цель разогреть и немножко его разгустить потому что он густой мы его немножечко но вы уже там по тому как вы любите насколько густую подливу еще нужно добавлять я не сказала в тесто вот этих наших sweet potato ганочи nutmeg но я не давала что у меня не было и если у вас есть пармезан то туда тоже можно его внутрь натереть либо плюс в само блюдо в саму подливу вот это будет конечно безусловно очень вкусно у меня как раз закипела водичка в кастрюле и мы забрасываем вот забрасываем их по отдельности что не в кучу чтобы они не слеплись потому что они достаточно живенькие такие и слепились немного то что я не хотела слишком много муки давать хотя все равно дала много потому что получилось у меня большой большая пропорция сама самого картофеля то есть получается 50 на 50 нужно давать это однозначно но вы смотрите плюс по муке потому что мы же знаем что бывает разная мука иногда иногда более надо больше иногда меньше вот в общем сейчас мы забросим их помешаем будем варить 58 минут после закипания поднятия наверно обязательно после того как мы их забросили нужно перемешать не прилипли не слиплись и красивенькие они становятся опять-таки форма это ваша задумка классическую форму я вам показала и так готовы наши ганочи мы их перекладываем в блюдо вот такие как галушечки но это не галушечки они даже на них не похожи по вкусу и не намного кстати приятнее чем настоящий ганочи из картофеля они более нежные вот видите даже время нам говорит о том что уже вышло время мы нажмем n таймер вот я обычно это делаю через друшлак но решила вам показать как я это делаю без друшлака так значит на этом этапе опять таки как я и сказала в тесто можно было добавить пармезан пармезан также можно добавить сверху можно не добавлять вашему желанию все сейчас я только сюда приготовленный нами заранее соус и очень хорошо должны быть в нем политы и пропитаться им потому что это тот вкус они получат даже когда вы будете их подогревать вот такая получается у нас смесь боже какой здесь аромат ребята просто неописуемая прелесть в общем то я думаю что вот так примерно это выглядит вот вам поставлю на свет чтобы было лучше видно нямочка просто невероятно нежная приятная на вкус не бойтесь солить потому что вот так как известно достаточно сладкий поэтому не бойтесь там солить но при этом не забывайте что вот например в этом же креме у нас в этом же называю крем но это соус уже есть соль когда вы варите воду вы подсаливаете когда вы готовите тесто вы солите так что по вкусу все по вкусу на любителя давайте попробую как же без пробы на камеру я уже на самом деле сытая потому что я первую порцию съела уже но для вас попробую прелесть мне понравилось вот этот соком которая сделала к сожалению не смогла вам показать они были вкусные а здесь как будто вот настолько грибы пропитались они уже грибной этот соус что такое пришли непонятно то ли вы грибы с картошкой едите непонятно во вкус на самом деле подлива может быть любая вы выбираете сами по вашему вкусу молочные овощные какие вам нравятся это будет играть со всем в чем будет оригинальность этого блюда что люди будут ожидать запах не запах запах и вкус картофеля ну или максимум мучной а это совсем другой вкус и они если это будет идти в таком соусе они даже не поймут что это сначала то ли грибы то ли вроде картофель не картофель тесто не тесто такая достаточно интересная изюминка так что ребята еще одно блюдо в вашу кухонную книгу или как-то в книгу рецептов все пока до следующих встреч до ваших комментариев с вами была и на а а и 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